Итак, с вами Дубгай, и мы начинаем внезапно играть в Crusader Kings 3. Вышло тут новое дополнение, Legacy of Persia, и так как у меня абсолютно нету идеи во что и за кого играть, я решил попробовать ЦК3, так же как мы до этого играли в Виктория 3 и Евровка, потому что почему бы и нет. Так что вы, ребята, если вы вдруг еще не подписаны, подписывайтесь, а мы же начинаем играть за вот этого молодого человека. Я из всех предложенных вариантов решил выбрать высокую сложность, и здесь есть вот этот парень, который действует за мусульман, а это наш таджик, который против мусульман, если упрощать данный персидский конфликт. Так что да, таджикский, вперед. Итак, мы таджики, мы носители корон, да пребудет со мной Тидхард Каха. Короче, вы поняли. И у нас какая ситуация? Небольшая страна, имеется один вассал, это наш дядя. Тайный советник при этом звучит очень небезопасно. Я считаю, что такого тайного советника надо убирать, обязательно будет. И вариантов развития у нас тут не так много. В первую очередь, конечно, можно съесть вот этих вот небольших правителей вокруг нас, но на этом сильно большую империю не построить. Поэтому временно у нас таджик, хитрый таджик, присоединится вассалам к одной из империй, которые рядом здесь, видите, сражаются. Ну, не империя, а королевство. Естественно, кто победит, тот и получит у нас в виде вассала. И уже внутри их королевства мы будем в себе дополнительную территорию получать. Так что, поехали. Из возвратного, конечно же, ставимся маршала поэффективнее. Далее ставим все тайного советника, который не хочет нас убить. Да, отлично. И он пускай нам помогает убить нашего дядю, чтобы избавиться от опасного президента на трон. У нас, конечно, он сейчас наследником является, но мы найдем себе наследника получше, а именно родим его. Конечно же, для этого нам нужно найти себе хорошую жену. Ищем жену получше с хорошими сладками военки, потому что у нас они слабенькие. И желательно, конечно, с перком. Ну, у нас тут есть разные варианты. В идеале, конечно, перк на интеллект какой-то. Ну, кстати, вот это, мне кажется, оно. Конечно, военка слабая. Но здесь сразу два наследованных перка, один из которых гениальность. Это отличный для нашего генефонда Союз. Ну и нам нужно заработать побольше денег, поэтому фокусируемся на богатстве. И будем сейчас качать вполне себе, наверное, архитектора, потому что это, насколько я помню, удешевляет строительство. Да, это важно. Ну и дальше тоже, может, подкачаем, чтобы было побольше денег. У нас стартки нас тут имеется пастбище. Давайте сюда достроим сразу, я так понимаю, каменоломню из выгодных домиков. Да, это самое оно. Можем усилить наш заговор. Пробуем, но она отказывается, так сказать говоря. Неприятная для нас новость. Шансы все равно пока имеются и может ивентами еще повысится. А еще нас Абдуллах учит управлению. Кстати говоря, действительно неплохо. Но плюс один из этого мы не получили. Ой, наш дядя создал фракцию для претендента. Хитер, хитер. Но, блин, он уже 57 успел наследника сделать. Вот, конечно, он хитер и ловок. Оно и видно, соблазнитель. Придется работать и над нашей кузиной. Кстати говоря, что может, можно сделать попроще. Берем опекунство над этим ребенком. О, и у мятер тоже может быть ребенок. Хорошо. И таким образом его будет попроще убить, я полагаю. Но пока нужно в любом случае убить дядю. Ну что, 38%? Может прокнуть, может не прокнуть. И он что-то съел. Прекрасно, прекрасно. Наш сын тоже родился мертвым. Увы. На самом деле, увы. Ну ничего. Нарожаем еще. Главное, побыстрее получить все вот эту провинцию и ее тоже начать развивать. А здесь я уже веру победителя, потому что такое одни камбэкается. Так что, присягнуть на верность и религиозное послабление берем при этом. Отлично. О, у меня новый ребенок. Отлично. А кузен это... А, видимо, он успел сделать, господи. Он успел сделать еще одного перед смертью прямо. Видимо, на смертном адрес сразу и побежал в спальню. Неприятно, конечно. И меня обкрадывали, но в темницу. Ну что, 43% на убийство? Деньги на это я отдаю. И об этом узнали. Что поделать? Увы. Сюзерен выиграл. Это, кстати, хорошие для нас новости. Можно было бы вообще попробовать вот сюда самим сейчас торгнуться. Но, наверное, это было бы тяжеловато. Можем сходить, воздать почту нашему Сюзерену. Давайте. И... Нет, ну просто... О, смотрите-ка, у нас тут сборщик налогов. Толпа эффективнее. Я не знаю, насколько это нам полезно, но надеюсь полезно. И на сборщик налогов просит денег, чтобы стать получше. Это очень дорого для нас, но... Иначе мы получим кучу стресса, так что не стоит. О, цитирую священные тексты. И за это нам придется его освободить. Слушайте, давайте делаем вот так. 65%? Ну он ушел, ладно. И теперь нас троллит священник. Ну, классика. Мы можем получить ужас, можем получить... Благочесть нет, ну ужас, это окей. И у нас появляется война. Наш Сюзерен против него. Появилось восстание. Мы можем в теории в нем поучаствовать. Звучит как что-то не супер выгодное. Но я вижу, что... Да. Концы не на стороне нашего Сюзерена. Так что окей. Давайте. Ну я думаю, они сами справятся. Я свои поиска мобилизовывать пока не хочу. И хорошее знамение. Не повезло. Ну ладно, нормально. Давайте-ка, что? 48%? Пришлось нам, конечно, его убить. Но ничего. О, я теперь получил хорошую форму. Получается, полезный стресс был. Отлично. И я получил самое главное себе эту провинцию. Можно теперь застраиваться. Ой, у нас тут в крестьянин взбунтовались. Но мы им покажем, что они, в общем-то, кардинально неправы. Хотя он умер во время. А, он умер, не знаю, от Кринжа. Когда увидел нашу армию, видимо. Ладно. А еще нам сказали, что наша жена на самом деле плода инцеста. Это даже учитывая, что мы не знаем вообще ее родителей. И мы можем сказать, что это ложь. Блин, нас это чел все душит и душит, душит и душит. Получи минус 30-50 пристира. И мы сверкли нашего правителя строна. Не знаю зачем, но сделали. Это самое главное. И я вижу, что наш сосед немножко ослаб. А это значит, что нужно пойти его захватывать. Господи, какой громкий звук атаки. Поехали. Так, там что-то наш тайный советник начал делать. Звучит очень страшно. А мы можем теперь в совете быть. Я не против. И я захватил столицу. Получил важного узника. И теперь просто на эту тревию можно встретить еще потребовать заложника. Но нет. Я думаю, так пойдет. Прекрасная победа. Еще плюс одна провинция в нашу копилочку. А, и мы немножко... Ну, как мы? Наше королевство, которому я временно пресекал на веру, распалось. Ну, что ж. Недолго песенка играла, но как есть. Мы еще зашли в какой-то город без рот. Без рот их. Страшно. На всякий случай прочитаем молитву. И как же у нас быстро строятся домики. Посмотрите на это. Жесть. Конечно, приятно. Плюс бабки. Самое главное. Плюс мужики. Армия наша потихоньку тоже растет, уверенно. Я вижу еще одну цель. Через провинцию. Здесь немножко странно это сделано. Но, тем не менее, можно захватить вот эту территорию. И я, конечно же, бегу ее захватывать. Господи, какой громкий звук. А еще сын смотрит, как мы занимаемся спортом. Ну, хоть не гачи-борьбу смотрят. Ладно. Ну-ка. О! Наш сын теперь может тоже стать в хорошей форме. Да. Прекрасно. А еще у нас появилось прозвища трус. Не знаю почему. Ну, и вот еще после одной битвы война выиграна. Получаем мы еще плюс одну территорию. И здесь еще есть храм. Прекрасно. Храм мы дадим местному кому-то. Таджикский знать. Отлично. Ой, страны распались еще побольше. Значит, мы можем еще побольше подзахватывать территории. Отлично. Ну, и мы можем первые перки открывать в нашей династии. Я думаю, это будет, конечно же, кровь, чтобы наши войства здесь все закреплялись и хорошенько дальше шли. Благо, у нас, видите, здесь есть, что оплодить. Ну, и без проблем мы выигрываем еще одну войну. Еще один городок уходит в наше владение. И отправляем армию дальше. Каждый независимый правитель — это возможно для нас. Мы начинаем учиться иную литературу. Ой, мы, смотрите, успели захватить кузника. Можем его продать. И потом все равно... А, это влияние, влияние. Опять монет, спасибо, нет. Ну, нет, ладно. А еще ОБС решил взять и дропнуть нахеру. Мою запись неприятно, но не так много лет прошло. Мы практически ничего не сделали за это время. Ждали, пока снова будут беспорядки. И мы вот к ним как раз вернулись. Сейчас пойдем захватывать все подряд. Ну, еще мы за это время успели немножко домиков построить. Я уже стал архитектором. Не уверен, это было до или после. Но наша стена потихонечку начинает процветать. Хоть и, конечно, не супер сильно. А еще мы пошли уже в ученость, чтобы здоровое тело поставить. Чтобы наш, соответственно, персонаж прожил подольше и успел подольше что-то захватывать. Он тоже немножко поболел как раз. Я. Еще болею в ИРЛ. Мне приятно, ребята, мне болеете. А вот мы и взяли замок. Прекрасно. И вот захватываем еще парочку провинций. Даже до битвы не доходит. Найфинальный. И нужно теперь везде здесь поставить, конечно же, контроль. О, смотрите-ка. Нас тут кто-то обвиняет. Канцлер. И мы получим слабое влияние. Он стресс получит. Либо секрет убийства раскрыт. Прово. Ну, типа, думаешь, мне есть что терять? Да, мы получаем. Теряем еще уровень. Да можно, что-то неприятно. Но, камон. Все и так уже знают, что я убийца. О, мистическое знание. Общались с Нирваной. Давайте попробуем. Так можно записаться. А можно продолжить эксперименты. Конечно, продолжаем. Получаем знахарь. Пусученность. Либо отдыхну, конечно, знахарь. Я могу провести теряемистическое единение. Получить ученость. Получить божественное наставление. Четыре опыта пути развития. Нахаря, допустим. И что-то еще непредвиденное. Конечно, я буду это делать, да. А это то же самое, но здесь вроде ничего нету нового. Можем сделать вот это. И у нас будет критический уровень. Давайте перед этим сбегаем, не знаю. Сбросим стресс-так русской, да. О, мы ловим еще ребенка, чтобы с ним хорошо... Ладно. Давайте не будем думать об этом. Получаем опыт учености. Мы остановились, допустим. И наша дочь тоже теперь в хорошей форме. Отлично. И нам говорят, что сын хочет стать нашим главой дома. Ну, не-не-не. Пока что рановато. А еще мы едем на большой турнир. Вот все проходит. Так, а, нужно сейчас настроить маршрут и сейчас поедем. А ладно, мы не успеем. А всем так что, увы. Ой, поэтическая дружба. Мы можем получить престиж, мнение, либо, я знаю, благочестие, нам нужен престиж обязательно. Ой, смотрите-ка, возраст мира. Эпоха закончится через тысячу лет. Нам осталось меньше ста лет. Разумное замечание. Эпоха сменьше ста лет. Ну, допустим. А, другие выскажутся. А еще я могу помедитировать. Давайте попробуем, что мы что-то здесь сделаем. Решнуться ей сложно и опасное место. Безопасное и простое. Сложное и опасное. Нечто божественное. Лучше познать себя. А давайте нечто божественное попробуем. Наймем воина пустыни и горца. И вот 11 монет. Победа, как теперь безопасно. Пойду с нетерпением. Аджикские караванщики. Наполучу, сколько скажешь, таинственная лампа престиж. Бесполезно. Может, договоримся. Нет, это действительно бесполезно. Ну, получили мы минус стресс и улучшили навыки медитации. Что-то дает, пока неизвестно. А я могу съездить на большой турнир. Ну, все еще будут опасности в дороге, но поехали. И расхидеться и грамм не сможем получить плюс ускорение просто контроля. Но там всего 5%. А здесь какое-то древнее сокровище, либо деньги. Ну, деньги приятно. Ну, так мы не победились. Не удалось снять одного кандидата. Допустим. Но мы получили престиж, потеряли стресс и получили еще минус плюс стресса. Допустим. Ну, и призвав пару союзников, которых я недавно получил. Я победил в этой войне. Потому что здесь тоже, видите, был союзник. Не очень честно иметь так союзников. Но на такую бесчестность я тоже еще ответил бесчесть. И мы победили. И меня решила, что это вообще мой сын. Удача. Так все знают. Просто и нет золота. Давайте попробуем. И у нас у нас на один. Давайте попробуем. И мы можем потратить золото, либо ну, престиж, конечно, тратим. У нас он есть. Начать эксперимент либо передумать. Давайте, конечно, попробуем. Или не совсем то, что получилось. Но что-то получилось. Получили мы деньги, престиж и еще один перк. Перков у нас очень много, очень хорошо. Они у нас идут. И я опять заболел. Не смотря на то, что у меня куча перков. На то, чтобы не болеть. Ну, ладно. Как бы у нас лекарь будет подешевле. Уже совсем скоро будет здоровое тело. Дальше не знаю. Может, пойдем в теологию, может, в ученость. Может, вообще еще куда-то посмотрим. Ну, вот мы выздоровели достаточно быстро. А теперь у нас еще есть здоровое тело. Мы очень-очень здоровые по ощущениям. Он, это, Абдуллах был убит или просто умер, убит смертью. Я никогда не запутаю этот день. Ой, мой сын в соседнем паре искал, что он ублюдок. Неплохо. А вот я жена у меня умер. Ну, ничего. У меня есть дети. Даже два сына. Так что нормально. И теперь стоит лишь кого-то подстарше, чтобы просто давало статы на новых неоплодили наследников. И качаемся мы в военное дело, потому что, во-первых, здесь есть контроль, а во-вторых, мы можем еще немножко покомандовать. Ну, и так, контроль очень нам его не хватает, из-за того, что мы постоянно в какие-то минусы уходили. Ну, и плюс захватывали много чего. О, смотрите-ка. Мы зашли в какие-то какой-то непонятный замок. Я еще с моими страхами. Нет. Обычно верхние этажи найдем 35 монет как раз для нашей войны то, что надо. А вот мы и стали необычными. Вот это уже очень для нас, конечно, грустно. И вот после очередного полкового конфликта и очередного союза, который нас спасает, мы побеждаем в данной войне. Да, получили мы, конечно, не так много, а потеряли очень много, но ничего. Ничего. Таков путь к величию. Хотя, слушайте, денежки начали потихоньку приходить, и мы как будто стали таким уже солидным государством. Конечно, до королевства нам еще далеко нужно победить вот этих ребят, которые сейчас имеют этот самый титул. Но, да, здесь мужики как будто начали мне оплатить деньги. И самое главное, контроль, контроль, конечно, начал повышаться благодаря перку. И вот мы из наших территорий начали выжимать какие-то солидные, я бы сказал, доходы. Так что, я думаю, на этом моменте можно было бы подзакончить первую серию. В следующие мы пойдем делаем все королевства. Там, когда уже королевство есть и до империи, в принципе, я не так далеко. Как минимум, неплохую часть территории мы все точно подожмем. Хотя придется немножко посидеть, может уступки скоро начнутся либо стабилизация. Беспорядки, видите, заканчиваются. Но ничего, сразу после этого будут опять беспорядки. Но, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, комментарий, все, ребята, как обычно. В описании ссылочки на Twitch.com до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok